Девчонки, всем огромный привет! С вами снова Кристина. У меня сегодня будет в последний день зимы видео о фаворитах зимы. Я давно хотела снять такое видео, потому что, в принципе, у меня уже фавориты зимы были готовы где-то в середине февраля. Но болезнь меня подкосила, и, как вы слышите по голосу, я еще до сих пор болею. Но фавориты я была просто обязана снять. Я стараюсь сейчас снимать каждый сезон свои фавориты. Всегда это получаются очень-очень длинные видео, потому что мне хочется рассказать о своих впечатлениях, о своих каких-то любимчиков в декоративной косметике, а также в уходовой. И зачастую это не всем нравится, поэтому я сегодня буду стараться рассказывать все очень быстро и коротко. Надеюсь, вам будет интересно это видео. Если вам интересны такие видео, а я такие сама видео обожаю смотреть, оставайтесь со мной. Итак, первый фаворит. Это личный фаворит. Это тот фаворит, который... Мое впечатление, скорее, за зиму. Во-первых, Новый год. Но Новый год всегда фаворитов, наверное, у каждого человека. Любимый праздник Новый год. Новый год я просто обожаю. Я люблю к нему готовиться. И вообще, в принципе, я зиму не очень люблю. Но вот именно декабрь для меня просто волшебное какое-то время. Обожаю, люблю и всегда жду декабря сразу же после лета, когда наступает осень. Я очень-очень жду декабря. Поэтому, да, наверное, первый фаворит это праздники новогодние. В этом году они были волшебными, потому что смешение культур не только наш Дед Мороз, а также Рождество и Weihnachtmann немецкие для моего ребенка. Это был вообще просто огромнейший праздник, потому что мы решили соблюдать абсолютно все праздники, не только наши, а также католические, которые здесь соблюдаются. Потому что, если мы хотим жить в этой стране и дальше, то наш ребенок не должен себя чувствовать каким-то не таким в школе, когда все дети будут получать подарки и праздновать праздники, а он не будет праздновать и получать подарки. Поэтому к нему приходит не только Дед Мороз, а также Weihnachtmann. Следующий фаворит. Это просто вот впечатление, действительно, даже года, наверное. Мы побывали в Баден-Бадене. Я думаю, все смотрели уже на моем канале видео с влогом из Баден-Бадена. Кто не видел, обязательно сходите, посмотрите. Я старалась снимать и показать вам как можно больше Баден-Бадена, хотя был очень дождливый, пасмурный день. Я постаралась во всех красках его показать. Действительно, очень уютный, красивый, красочный город со своей богатой культурой, историей. Просто влюбляешься в него с первого вздоха, с первого ощущения себя вообще в Баден-Бадене. Мы когда приехали туда, и только я вышла на станцию, я уже поняла, что это любовь с первого взгляда. Это тот город, наверное, в котором я тоже могла бы жить, но не знаю. Возможно, Этлинген это все-таки как-то роднее уже город. То есть в Этлингене я себя чувствую более уютно, но Баден-Баден это любовь. Следующий фаворит, это мы, конечно же, с мужем пересмотрели всю кругосветку Орла и Решки. Я считаю, что это самое лучшее шоу за последнее время. Это вообще самая-самая-самая-самая классная программа, которая когда только могла быть. Это действительно интересно, снято. И когда вы хотите поехать в какой-то город, если он уже был в эфире Орла и Решки, и там уже показывали его, можно составить себе, в принципе, такой мини-путеводитель, куда нужно сходить, что иметь в виду и так далее. Это очень крутая программа. Кто еще ее не смотрел, обязательно посмотрите, потому что действительно посмотреть стоит. Она завораживает, она покоряет. И хочется все больше и больше путешествовать, когда вы смотрите эту программу. Переходим к следующему фавориту, и это музыка. И музыка меня... Я не скажу, что меня покорила именно этой зимой музыка Димы Монатика, песня Димы Монатика. Я не скажу, что я о нем только узнала. Я о нем знала давно еще, когда он участвовал в X-Factor украинском. Мне все нравилось. Мне нравилось, как он двигается, мне нравится, как он поет. Но именно вот его песни стали моими любимыми именно в декабре, в январе. Особенно песня «Кружит». Это просто настолько поднимает мое настроение. И она плавно перетекла в весеннее время. Потому что именно утром, когда светит, солнышко, птички поют. И эта песня в голове... Ну, не знаю, у меня это ассоциация с каким-то... Я не знаю, настолько песни энергетические. То есть они вот... Тебя как будто заправляют бензином идти дальше, что-то делать. Вот как-то двигаться по жизни, искать каких-то ярких красок. В общем, если кто не слушал песни Димы Монатика, обязательно послушайте. Я думаю, что вам понравится. Я забыла упомянуть в начале этого видео. Посмотрите, какие красивые тюльпаны у меня там стоят. Действительно красивые, не правда ли? Я думаю, что вы по моему инстаграму заметили, что в последнее время, вот в феврале, стали здесь продавать постоянно либо тюльпаны, либо розочки такие миленькие, очень симпатичные. И я, наверное, каждую неделю покупаю себе один букетик. И это смотрится очень красиво. И вот весна ко мне уже заглянула, наверное, в середине февраля. Поэтому для меня февраль в этом году не особо-таки и зимний месяц. Переходим к следующему фавориту. Я начну рассказывать о еде. Я не очень часто показываю какую-то еду или напитки в своих видео о фаворитах. Но сегодня мне захотелось, потому что я для себя открыла очень вкусный немецкий чай. И я сразу скажу, что я не любитель заварного чая. Я не люблю возиться с чайничками. Я не люблю их мыть, потом отсирать. И пью чай я только я практически дома одна. И поэтому целого чайничка мне слишком много будет. Поэтому мне нужен пакетик. А так как я пью очень слабый чай, некоторые чаи я просто буквально вот так вот окуная несколько раз в пакетик, сразу же высовываю и либо оставляю там через 2 часа еще раз попить чай, либо выбрасываю, если я знаю, что сегодня пить чай больше не буду. Поэтому для меня любимчиками стали вот такие вот чаи. Во-первых, это фирма Mesmer, видать не так читается, я еще не очень хорошо читаю по-немецки. Во-первых, это травяной чай, он идет с мелиссой, по-моему. Да, он идет с мелиссой и еще с какими-то цветочками, цветениями там. Ну это, в общем, такой прям травяной-травяной чай. Я бы даже не сказала, что это чай, это скорее трава такая заваривать. Он очень вкусно пахнет, очень приятный на вкус, и что самое классное, у него можно пить без сахара, потому что у него какая-то вот из всех травок, которые есть тут в составе, придает некую сладость такую. Поэтому я, в принципе, постоянно пью этот чай, и пью только я его, потому что мой муж не особо любит такие травяные чаи. Поэтому это вот прям number one за эту зиму. И еще несколько упаковочек я вам показывала в своем уютном видео о том, как я поднимаю себе рождественское настроение. Если кто не видел это видео, заходите, смотрите, я очень старалась. И следующий чай это Winter Traum, как-то так, наверное, называется. Это, в общем, смесь апельсина и корицы, по-моему, или печенье с корицей. Пахнет он печеньками с корицей и апельсином. И он мне очень напомнил мой любимый чай от, господи, я забыла, как называется, фирма. Я, если вспомню, вот всегда так, когда снимаешь видео, вылетают какие-то названия из головы просто, я напишу обязательно внизу. И кто знает, можете тоже подписать. Я думаю, что вы знаете этот чай, он очень популярен в России, в Украине. И название Christmas Mystery очень схож, прям вот, ну, практически один в один. Любила его чуть менее, чем травяной, но самый мой любимый, это вот этот. Это Milford. И это какой-то Vindrogenus. Виндергенус. Я опять же говорю, я не умею пока читать хорошо по-немецки. Вот. И это яблоко с корицей. Это просто, это любовь с первого вздоха, с первого глотка. Я не знаю, настолько мне полюбился. Вы действительно как будто пьете такой, знаете, отвар из яблок с корицей. Но это очень вкусно. Он имеет такой красный оттенок. Просто вот любовь, любовь, любовь. И мне очень нравится также еще кушать. Здесь есть йогурты, тоже со вкусом яблока и корицы. Там есть прям такие кусочки яблока. И при вкус корицы очень-очень вкусно. Такое ощущение, что вы кушаете яблочный пирог с корицей. Вот, в принципе, где-то так. Очень полюбила эти чаи. И сейчас у меня тоже есть несколько новинок. Это от Mesmer и Milford. И я думаю, что вы в следующих видео обязательно их увидите. Кстати, они очень-очень популярны у немецких блогеров. Я только недавно это заметила, когда начала смотреть немецких блогерш. И я увидела знакомые чай, которые я постоянно покупаю себе. Еще что из еды я вам хотела показать. Это странно, наверное, но это мини-авокадо. Я стала покупать себе прям безаночками. И мой любимый завтрак это хлебцы с творожным сыром и нарезанным авокадо. Это очень-очень вкусно. Я не знаю, такой вот факт, то что у нас в Крыму, по крайней мере, авокадо всегда какой-то зеленый, горький. Сколько бы я раз не покупала и не пробовала его использовать в еду, всегда как-то попадался мне не очень. То ли я не умела их выбирать, не знаю. Здесь я покупаю мини-авокадо небольшие, они идут меньше. Я покупаю всегда такой вязанкой. Мне хватает половинки на завтрак. Очень вкусный, мягкий, такой привкус ореховый. Я не знаю, даже с чем это сравнить вкус. Я думаю, вы знаете, какой на вкус авокадо. Очень вкусно. И следующий мой фаворит это миндальное молоко. И именно фирмы Милбона. Я пробовала другой фирмы, но Милбона мне больше нравится. Тем более, что оно больше недоступно. У меня магазин совсем рядом, Lidl. Поэтому я всегда могу приобрести себе молоко от Милбона миндальное. Очень нравится. Пью с ним кофе, чай, готовлю себе кашу, добавляю. Просто абсолютно везде очень приятный вкус. Да и так просто, знаете, вечером, если ты себя не очень хорошо чувствуешь и хочешь выпить что-то с медом, можно выпить стакан миндального молока теплого с медом и заснешь как убитый. Идем дальше и переходим к косметическим фаворитам. И здесь у меня гели для душа. Как ни странно, я вообще фанат гелей для душа. У меня всегда их очень много стоит на полке, и я всегда пользуюсь разными. Но самыми любимыми этой зимы стали именно ароматы зимы. Во-первых, это серия рождественская от The Body Shop, Frosted Barriers. Очень классный аромат таких, знаете, морозных ягод. Это действительно запах зимы. Я очень люблю гели для душа, как вы знаете, от The Body Shop, поэтому не буду рассказывать там их плюсы. Просто понравился даже аромат. Он действительно очень приятный, ненавязчивый, неконцентрированный, такой легкий, приятный аромат свежести зимы с ягодками. И также мне очень понравились вот такие вот душ-крем. Это получается кремовый гель для душа от Recal Moon. Я вам уже показывала, что я покупала себе такие миниатюрки. И у меня здесь ванилию и маршмеллоу. Очень-очень понравились. Прям обожаю их. Как вы можете видеть, я их почти уже использовала. Больше всего нравится, наверное... Я не знаю даже, какой мне больше нравится. Мне вот все три очень нравятся. Я постоянно их использую. Ну, конечно же, от The Body Shop мне гораздо на дольше хватит. А вот эти мне скоро подойдут к концу. Я буду использовать какие-то уже весенние ароматы. Очень классные, девчонки, у кого есть доступ, советую, обратите внимание, классные. Далее идем к увлажнению. У меня здесь два вот таких вот продукта для увлажнения тела. Во-первых, это Ginger Morning от Recal Moon. Я вам уже в своих покупках рассказывала, насколько я его люблю. Люблю этот мибирный аромат. Это действительно аромат вот осени, зимы. Практически его использовала. Да, он оставляет пленку, но он неплохо питает кожу в течение дня. Нравится аромат, нравится упаковка. Просто любовь. И следующее средство, которое я не думала, что меня так покорит, но я его практически до конца уже использовала. Это действительно очень классный баттер для тела. Это White Blossom. И это, помните, такая лимитированная коллекция рождественская, которую я вам показывала в своих покупках и подарках на Новый год. В DM'е сделали вот такие вот лимитированные коллекции. И у меня... Я его купила, кстати, по скидке. После Рождества всегда распродают вот такие вот коллекции, а у нас еще Новый год не наступил, поэтому можно себя порадовать какой-то рождественской коллекцией по скидке. В общем, здесь остался вот реально на один раз. Не знаю, белый цвет сейчас отсвечивает, наверное, и вам не видно, сколько здесь его осталось. Но я практически полностью его использовала. Он очень мне напомнил такой, знаете, крем для тела в белой банке Soft, по-моему, от Nivea. Прямо и по запаху, и по текстуре. Тоже оставляет небольшую такую пленку, но очень приятный, косметический, ненавязчивый, легкий аромат, свежий. И очень классно питает тело в течение дня. Прям вот кожа прям пьет эту водичку, которая содержится в этом баттере. Очень классное средство. Тоже могу всем смело посоветовать. Очень жаль, что у них это только рождественская коллекция, потому что я бы приобрела себе несколько таких ванночек и использовала постоянно, потому что действительно классное средство. Продолжим по поводу увлажнения. И начну, наверное, пожалуй, с губ. Мой самый любимый баттер за последнее время, то есть за зимний период, это баттер от Labella для губ. Leap Butter Blueberry Blush. У меня его уже половинка осталась. Я его за три месяца уже настолько заюзала. Кстати, это средство, знаете, работает как такая маска для губ, поэтому я его использую чаще на ночь. Он действительно очень плотный, он оставляет белую пленку, но он настолько классно питает губы за ночь. Вы утром встаете, у вас не остается его на губах, он полностью впитывается, но губы становятся такие мягенькие, напитанные, а в зимний период времени это очень нужно, поэтому я абсолютно довольна им. И я его использовала и днем, но чаще всего дома, когда я знаю, что меня не будет смущать вот этот белый налет на губах. Очень питательный, запах потрясающий, запах голубики, в принципе, как все вот пахнет косметической голубикой, так и пахнет вот этот баттер для губ. И следующее, что у меня здесь есть, это тоже увлажнение уже для лица, и я для себя открыла такую марку немецкую Айок, это, по-моему, органическая какая-то марка, натуральная, с белым чаем, это матирующий дневной крем, я его уже полностью использовала, как вы можете видеть. Это просто нереальное средство для моей комбинированной кожи. Во-первых, оно стоит 2,5 евро, это очень дешево. Мне он очень напомнил мою любимую огуречную линию от Доктор Санте, которая продается на территории Украины. Я вам уже тоже неоднократно о ней рассказывала, кто со мной давно, это мой самый любимый был уход. И вот сейчас я поняла, что именно вот такие крема, которые... У меня даже запах, по-моему, чем-то схож. Ну вот есть что-то такое. Просто вот один в один. Это такая легкая, такая, знаете, гелевая текстура, которую легко разносится по коже, ее совсем чуть-чуть нужно. Моментально кожа впитывает этот крем, и в течение дня она становится более матовая, и в течение дня неплохо идет увлажнение. То есть зимой у меня есть сухие места, которые всегда появляются, даже на моей комбинированной коже. Этой зимой у меня абсолютно их не было. То есть я просто была в шоке, потому что, мне кажется, даже он лучше, чем Доктор Санте, потому что Доктор Санте где-то пропускал вот эти вот места. Это средство потрясающе питало мою кожу, и я вот сейчас уже подумываю о том, чтобы купить полностью себе уход от Айок. Это действительно классная штука. Девчонки, у кого есть возможность, приобретите, посмотрите, у кого комбинированная кожа. И, кстати, он потрясающе работает, как ваза под макияж. Действительно матирует, сглаживает лицо, очень так распределяет. Ну, реально, кожа смотрится очень красиво. Следующее средство, которое у меня появилось тоже здесь в Германии, и несколько лет оно обходило меня стороной. Я думала, что я не нуждаюсь в таком средстве, но мне просто не нужно, не нужно выбрасывать на него деньги, даже несмотря на то, что я блогер, мне это средство не нужно. И это средство Батист, сухой шампунь от Батист. Я увидела его в ближайшем магазине, решила попробовать, купила себе вот такой с фруктами и вишней, по-моему, или черешней, как-то так. Ну, в общем, вы все знаете, да, что такое сухой шампунь и как он действует. Скажу сразу, что мне действительно он пригодился, потому что, когда носишь шапку, у тебя частенько приглаживаются волосы возле корней, даже у меня такие вот пушистые, и вечно куда-то непонятно стремящиеся волосы, они приглаживаются, смотрятся, это не очень красиво. И это средство действительно спасает, дает небольшой такой объем, когда вам нужно быстро куда-то выбежать, а не когда помыть голову, чтобы опять объем появился. Или когда вы не успели помыть голову, а вам утром нужно куда-то бежать с ребенком, например, там, в больницу на отсмотр или еще куда-то. Поэтому это средство спасает. Единственный минус у него, что он оставляет белый налет на волосах, его довольно-таки надолго хватает. И, ну, это единственный минус, и приятно пахнет, кстати, черешней. Еще одно средство, которое у меня в любимчиках этой зимой, это очищающие салфетки от Балия, и это для чувствительной кожи. Их здесь, по-моему, 15 или 20 штук, я точно не помню, сколько их здесь штук. В общем, это 25 штук, целых 25 штук здесь. Они приятно пахнут, они очень-таки легкие, мягкие, отлично очищают лицо. Конечно, водостойкую какую-то прям супер такую тональное средство, оно не смоет. Я тогда смываю его какой-то смывкой, прежде чем умыться гелем для умывания. Но легкое тональное средство, вот именно чтобы снять вот этот верхний слой, а потом уже хорошенько все очистить гелем для умывания, и затем протереть его тоником лицо, перед нанесением крема. Вот это вот салфетку неплохо очищают, тушь не смывает. Я, в принципе, никогда не старалась отмыть тушь, снять тушь вот такими салфетками. Это, скорее, знаете, такой способ, просто верхний слой снят. Из губ, кстати, она хорошо смывает даже какую-то водостойкую матовую помаду, неплохо отмывает. Классные средства, и я думаю, что буду еще покупать, потому что иногда они мне нужны. И далее я вам хочу показать своих любимчиков для ногтей. Здесь у меня два уходовых средства, тоже вам показывала, поэтому не буду особо останавливаться, просто люблю. Это база и Base & Care, база и уход от петух, база, которая сглаживает и избавляет нас от желтизны на ногтях, делает все это, поэтому мне очень нравится. И следующее средство я просто обожаю, это верхнее покрытие и сушка как бы два в одном. Но действительно классно сушит любой лак, придает очень красивое бриллиантовое покрытие, тоже от Питух, кстати, кто не услышал, не заметил. Безумно люблю, всем советую, у кого есть возможность, приобретите, потестите бюджетный классный продукт. Вот зимой я как-то не особо люблю экспериментировать с оттенками на ногтях, я больше люблю какие-то пастельные, вообще в последнее время я прям обожаю какие-то пастельные приглушенные молочные оттенки на ногтях, вы можете это наблюдать, у меня постоянно в видео мелькают, очень-очень редко у меня мелькали красные ногти, это только тогда перед новогоднее время, и то всегда сменялось это на более какие-то нюдовые или молочные оттенки. И сейчас я вам хочу показать два своих любимчика, наверное, этот больше мой любимчик, это Essence Joe Nail Polish в оттенке 54 Dream On, сейчас он у меня на ногтях, это очень красивый, светлый, такой бело-молочный оттенок, это такое ощущение, что в молоко добавили немного кофе и развели, вот где-то примерно так, очень красиво смотрится на ногтях, сейчас у меня, конечно, не свежий маникюр, не успела просто перекрасить ногти, понимаете, сами ребенок, некогда перекрашивать ногти, но очень красиво смотрится, и вы знаете, это вот прям сейчас номер один, я постоянно его использую, когда не знаю, что нанести на свои ногти. И следующий оттенок, более розоватый, такой с холодным подтоном, это серия Essence Color and Care, оттенок 03 Happy Nails, это очень тоже красивый, я вам тоже его показывала, безумно красивый оттенок, нежно-нежно розовый, такой чем-то похож на Фиджи, но более холодный и более розовый, я думаю, что вам сейчас камера передаст оттенок, надеюсь, но смотрится очень красиво. Переходим к декоративной косметике, здесь у меня очень-очень много всего, я хочу все это вам показать, во-первых, хочу показать вам палетку от NYX, которая стала моим действительно фаворитом, и не благодаря своим скульптурирующим средствам, я ими на каждый день не пользуюсь, пользуюсь только для камеры, для видео, для фото, а вот хайлайтер в оттенке Niktar, это просто нечто, он действительно очень красивый, хайлайтер Ice Queen, тоже это просто что-то вот нереальное, он сейчас, кстати, у меня нанесен на скулы, и банановая пудра, банановая пудра очень классно фиксирует, высветляет дону под глазами, поэтому вот эти вот три продукта, это мой must-have, это моя любовь, вся палетка, я не знаю, я очень редко пользуюсь каут, но вот Niktar, это мой хайлайтер практически на каждый день. Далее у меня идут румяна, которые я тоже очень полюбила этой зимой, это Miss Lynn, тоже вам показывала неоднократно, и именно из этой вот скульптурирующей палетки мне нравятся только румяна, они действительно красивые, у них мягкий помол, сатиновое свечение, придает такую свежесть лицу, здоровый цвет придает, то есть лицо, как-то, знаете, свежеет, очень нравится, тоже могу смело всем посоветовать, классные румяна. Что же я любила, какой же я любила макияж этой зимой, я любила наносить розовые тени, из палетки Blushed Nudes, вот эти вот розовые оттенки, светящиеся розовые тени, и поверх них я наносила вот этот вот, такой клюквенный, шиммерный оттенок, вот здесь вот он, и просто их смешивала, и получался такой действительно красивый розовато-клюквенный оттенок, на мой взгляд, это самое подходящее для зимы, то, что будет освежать как-то глазки, вытягивать голубой пигмент из моих серо-голубых глаз, очень нравится. Еще один хайлайтер, который заслужил мою любовь этой зимой, это Master Strobing от Maybelline в оттенке 100, я думаю, что он еще много раз появится в моих видео, потому что я планирую в ближайшее время сделать бюджетные находки, и обязательно там будет практически все, что я вам сейчас показала, и это очень красивый такой влажный, влажный розоватый оттенок, который придает лицу свечение именно влажное, то есть это не просто блестки, нанесенные на вашу кожу, а действительно вот такой вот, как будто еще с водой. Я не знаю, как это объяснить, но это очень красиво смотрится, и, конечно, не на каждый день прям я его использую, но если я хочу выглядеть очень свежо, с влажным эффектом, если я куда-то собираюсь, то, да, я всегда использую вот этот мастер-сроубинг, и всегда у меня тянется к нему рука. Я очень довольна, что я его приобрела. И следующее, это то, что полюбилась мне просто с первого взмаха кисти, это тон от Catrice, это HD Liquid Coverage, у меня оттенок 0,30 Cent Pesh, и тоже я вам неоднократно еще его покажу, во-первых, я еще не показывала его в покупках, обязательно расскажу, покажу, просто полюбилась за его потрясающее ощущение на коже, он практически, вы его не чувствуете, он легко наносится, он скрывает все недостатки, он разглаживает кожу, он ее слегка матирует, но при этом остается свечение на коже, смотрится очень красиво, кстати, сейчас он у меня на лице, и знаете, даже когда на меня вот светит такой агрегат, такое освещение, он не слишком начинает жирниться, то есть все-таки он держит в балансе мою кожу и смотрится очень красиво, и если я знаю, что мне нужно куда-то идти с утра до вечера, иногда мы вот так вот уезжаем на целый день в другой город, и с утра я наношу макияж, я знаю, что меня не должно ничего подвести, поэтому я наношу вот это тональное средство, оно держится действительно как прибитое, вообще Catrice меня всегда радовала, своими тональными средствами, и я очень была огорчена, что фотофиниш сняли с производства, действительно было достойное тональное средство, но в принципе на замену пришло ему вот это, единственное, у него нет такого приятного цветочного аромата, как у фотофиниш. Из этой же серии у меня в любимчике попал Liquid Camouflage от Catrice, водостойкий, тоже HD, High Coverage Concealer, в оттенке 020 Light Beige, он такой желтоватый, он отлично скрывает мне все недостатки, все синячки, которые у меня остаются после прыщиков, держится просто как прибитый, если ему дать подсохнуть, и потом уже растушевать, он прям прилипает к коже, вот никуда не девается, закрывается, держится отлично, единственное, у меня под глазами он не работает, я не знаю, почему он у меня под глазами не работает. И еще что хочу вам показать, это тушь, которая тоже меня покорила, это Makeup Factory Dream Eyes, я вам ее показывала, покупала я ее, как только приехала в Мюллери, в наборе, и у нее вот такая вот треугольная щеточка, обычная, она не силиконовая, но она делает классные мои реснички, она их подкручивает, делает такой слегка лисий взгляд, потому что у нее более толстое основание, и прокрашивает все мои вот эти вот начальные реснички, потому что у нее тонкие, тонкое начало. Ну, классная тушь, и знаете, самый плюс мне в том, что она в течение дня не отпечатывается у меня на верхнем веке, у меня все неводостойкие туши всегда отпечатываются, неважно, клиник это, Диор, или еще более какая-то дорогая марка, у меня всегда отпечатывается на верхнем веке, а эта тушь держится как прибитая, и никуда не девается, и хорошо смывается, кстати. Осталось у нас средство для губ, и я думаю, что все вы знаете, что у меня будет в фаворитах, это мой любимый NYX Lingerie в оттенке 01 Honeymoon, вы неоднократно видели у меня его видео, я уже вам рассказывала, люблю этот оттенок, также мой любимчик это Glossy Stick от Essence в оттенке Clear Nude, 02, классный карандаш для губ, слегка с глянцевым оттенком, нюдовый, красивый, яркий, красиво смотрится на губах, и единственный минус, вот Essence грешит иногда вот своими помадами тем, что у них не очень приятный аромат старой помады, кстати, у этого карандаша именно такой минус, и моя любовь, ну вот последние несколько лет, она уже скоро у меня закончится, это помада от Rimmel из серии, серии Lasting Finish, оттенок 70, Airy Fairy, это легендарный оттенок, посмотрите, сколько у меня ее осталось, я постоянно ее использую, она освежает мое лицо, и делает просто вот настолько красивый оттенок, который, наверное, подойдет каждому, вот попробуйте, действительно, девчонки, посвочите, посмотрите вот эту помадку, если у вас есть доступ к косметике Rimmel, классно, и стоит 200 с чем-то рублей, по-моему, я обязательно себе куплю, когда у меня закончится еще одно такое, и, в принципе, на этом все, мое видео подошло к концу, я надеюсь, я была коротко, я надеюсь, я старалась все рассказать быстрее, и не останавливаться на чем-то очень долго, надеюсь, вам было интересным и полезным это видео, всегда то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, спасибо вам огромное за внимание, до новых встреч, пока-пока!